Ахжол и Адал Предстоящие выборы в Мажелис Каждому из кандидатов выдано свидетельство Так, в партийном списке Ахжол Представлено 38 человек В партии Адал выдвинуто 16 кандидатов В обеих фракциях Более 30% членов Женщины и лица, не достигшие 29 лет По словам представителей ЦИК Все лица, включенные в партийные списки Двух политических партий Соответствуют требованиям Конституции И Конституционного закона О выборах в Республике Казахстан В Казахстане изменились правила Использования государственного флага Теперь жители страны смогут Вывешивать госсимволику на зданиях Балконах и в местах проведения Торжественных мероприятий Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций Рассказала министр культуры и спорта Ахтоты Раимкулова По словам, производить госсимволику Смогут только лицензированные компании Соответственно, приобрести флаг, герб Можно лишь выпущенными законодательно разрешенными предприятиями Напомним, 27 ноября были внесены изменения В правила эксплуатирования изображений государственного флага, герба и текста гимна Физическим лицам в соответствии с изменениями Внесенными в настоящие правила использования государственного флага Республики Казахстан Предоставляется возможность использования Без учета архитектурных особенностей В экстерьерном варианте Кроме того, физические лица могут использовать Государственный флаг Республики Казахстан Устанавливаемый в здании В темное время суток без применения световых приборов В целом указанные выше изменения Значительно расширяют сферу применения государственного флага страны И направлены на укрепление духа патриотизма в обществе В ногу со временем Эндоскопические операции носа и околоносовых пазух Теперь доступны для жителей Алматинской области Уникальное оборудование позволит проводить операции С минимальными хирургическими вмешательствами Но уха в методике врачей Алматинской области Обучил специально приглашенный специалист из столицы Подробнее в материале Руслана Нурмухамбетова Лорзоболевания очень распространены Большинство случаев лечения Патологии уха, горла и носа труднодоступны Хирургам приходилось проводить подобные операции Практически вслепую Подобные проблемы решил эндоскопический стол и микроскоп Импортное оборудование позволит проводить операции С наименьшим хирургическим вмешательством Что позволит пациентам реабилитироваться намного быстрее Есть шейлер, нож крутящийся Я не смогу их убрать Видите, насколько они плотные? Их надо убирать Вот мы их уберем, потом начнем открывать базу Носа Мы не с тобой Специалист из Нурсултана Ермеки Мангалиев Наглядно демонстрирует возможности современной медтехники В рамках практического семинара прошла прямая трансляция операции В конференц-зале, где на большом экране можно было детально рассмотреть врача за работой На базе Талдыгрыганской многопрофильной клинической больницы городской Сегодня проводится мастер-класс Основное направление у нас Лор заболеваний До этого мы пригласили доктора Чтобы он уже здесь работал Уже более двух месяцев он уже здесь работает Молодой Он прошел все обучения Начиная в России По системе в Булашах И в Турции И в других центральных клиниках мира В данное время он владеет всеми технологиями Такого рода операцию в Алматинской области проводят впервые Данный опыт, полученный местными врачами Послужит развитию высококачественных медицинских услуг в регионе Сегодня запланировано три операции Одна операция это слухоулучающая На ухе будет с помощью нового микроскопа проведена И две операции Это с помощью новой эндоскопической стойки Будут проводиться эндоскопические наносовые операции Подобные мастер-классы планируют проводить на постоянной основе Руководство областного управления здравоохранения Будет привлекать и других специалистов Из различных сфер медицины Это повысит знания и навыки в работе талдыкурганских врачей Руслан Нурмуханбетов, Ержан Дюсен, телеканал ЖИТСУ Уникальную книгу, посвященную 125-летию Выдающегося казахского поэта Житусуцкого края Ильяса Жансугурова Выпустили в Талдыкургане Сборник хранит в себе ранее Не публиковавшиеся прозаические произведения Литературного классика Автором исследовательского труда Выступил Мурадбек Имангазинов Заведующий научно-практическим центром Ильястану Сведения, по его словам, были взяты Из архивов таких зарубежных городов Как Москва и Санкт-Петербург Стоит отметить, в архивах всемиречия Уже имеется энциклопедия И 20-томная книга Трудов знаменитого писателя На будущее у нас запланировано немало книжных новинок В государственном архиве Ильяса Жансугурова Имеется 15 папок В них хранятся труды нашего литературного классика О которых многие книголюбы еще не знают Эти данные существуют здесь, в архивах С советских времен Но так и остались без внимания Потому что написаны были на арабском языке Европейские снегоуборочные машины Появятся на улицах Талдыкургана Почему нынешняя техника коммунальных служб Не способна очистить тротуары от снега И в чем преимущество новых снегоуборочных тракторов Узнаем из материалов сюжета Зима в этом году обещает быть снежной А декабрь в двух первых декадах холодным Об этом предупреждают сотрудники КАЗ Гидромета Несмотря на то, что зима еще только началась Мы уже имеем возможность убедиться в достоверности прогнозов Этой зимой почти во всей области Ожидается превышающее норму количество осадков Снег и дождь Первые две декады месяца будут холодными Часто будет образовываться гололед В горах будет туман Потепление ожидается только в конце месяца В последней декаде Первая неделя зимы выдалась особо снежной Несмотря на всю подготовку Коммунальщики не смогли оправдать ожидания населения За обслуживание города в зимний период Отвечают три организации Жигули, Шахас-4 и Таудокурган-Куркейту Самая крупная из них Она отвечает за центр города и южную его часть А с недавних пор еще и за коттеджный городок Для очистки города от снега Задействованы более 200 рабочих И около 80 единиц техники У нас рождается вопрос Вот почему у нас слякоть и так далее Для выводения дороги Для черноты до асфальта В первую очередь у нас Мы посыпаем дороги Соляной смесью А потом После остановки осадков Производим сгребание Этой всей массы Далее идет у нас Подбор Снега Вывоз снега И остальные работы На данный момент Вот у нас всю ночь шел снег Всю ночь шел снег Потом далее Производилась подсыпка Инертным материалом И ближе к утру Было сгребание После сгребания еще раз была подсыпка Так как снег не переставал Осадки не переставали Еще раз сделали подсыпку Предприятие «Жигули» ответственно За северную часть Талдукургана Работы производятся с помощью 13 единиц спецтехники Территории городских парков И зон при въезде в город Очищают 12 единиц техники Предприятие «Шахс-4» В этом году на зимнее обслуживание дорог Выделено 258 миллионов Коммунальные структуры заверяют Что закупили инертный материал В достаточном объеме 600 тонн соли И почти 1000 тонн песка Уже хранятся на складах Работы по зимнему содержанию города Идут полным ходом Талдукурган обслуживают Три коммунальных предприятия В общей сложности у них имеется Более 100 единиц техники Часто снегоуборочные работы Незаметны для жителей Потому что ведутся В вечернее время суток Когда движения на дорогах И улицах меньше С 27 ноября С городских улиц Очищено 850 тонн снега Частой проблемой Во время уборки тротуаров От снега и наледи Становятся неправильно Припаркованные автомобили А также габариты спецтехники Для решения этой проблемы Коммунальные предприятия На следующий год Намерены закупить Шесть компактных Тротуароуборочных машин Из Швейцарии Рустам Аралбаев Алмат Хамид Яржан Дюсен Телеканал ЖИЦУ Дорожные заторы Стали проблемой Для жителей села Ашебулак Илейского района До близлежащих мест Автолюбители Добираются часами А ожидание общественного транспорта По словам сельчан Может растянуться на целый день В чем причина Образования дорожных заторов В малочисленном населенном пункте Узнавала Адина Смогулова В чем причина пробок На дорогах небольшого поселка Ответ на этот вопрос прост Все дело В скоплении дачи Населенных пунктов Доля Шебулака Тянущиеся сквозь одну улицу Вместе они создают Своеобразную зону тяготения Не только для приезжих гостей Но и местных жителей Находясь в самом эпицентре дорожного затора Они вынуждены часами добираться до работы Или из одного села в другое К тому же сам поселок Находится в непосредственной близости К мегаполису Алматы Куда сельчане Каждый день едут по своим делам Здесь постоянно полно машин и людей Пробки днем и ночью Все это из-за таксистов Остановки нет Вот в таких условиях с раннего утра стоим Чтобы до работы добраться За час раньше выходим А как нам теперь быть? Чтобы мы не толпились в одном месте у обочины Пусть сделают нам остановку Еще одна причина образования автомобильных пробок Отсутствие остановок для сельчан Из-за чего население вынуждено ловить такси у обочины Создавая тем самым столпотворение на дороге Чтобы хоть как-то разгрузить главную улицу Здесь установили запрещающую остановку дорожные знаки Со своей стороны решают эту проблему И сотрудники дорожно-патрульной полиции Оперативно налаживающие свободный маршрут для автолюбителей Однако регулирование потока машин И разъяснительных работ с водителями О незаконно припаркованных авто На деле оказывается недостаточно Во избежание пробок установлены дорожные знаки Предупреждающие о том, что останавливаться здесь запрещено Нами ведется непрерывная работа с водителями И соблюдающими правила дорожного движения Но, как показывает практика, даже это полностью не решает Устоявшуюся в этой местности проблему с потоками машин Так, по словам сотрудника полиции На этом участке необходимо установить светофор Однако это окончательно не искоренит проблему Постоянных автомобильных пробок при въезде В свою очередь руководство поселка заверяет Что дело взято под их особый контроль И в скором времени дорожная дилемма села сойдет на нет Бетономешалка упала на авто Два человека погибли в страшной аварии близ Алматы Чтобы излечь тела из автомобиля, пришлось вызывать службу спасателей Погибли водитель и пассажир легковушки Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы-Бишкек Накануне поздно вечером столкнулись бетономешалка, бензовоз и легковой автомобиль марки Тойота Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на 22-м километре трассы По их словам, легковой автомобиль и бензовоз двигались в западном направлении Возле ресторана у дороги оба транспортных средства остановились, чтобы совершить разворот В это время в обратном направлении ехала груженная бетономешалка Продукты питания составляют больше половины расходов казахстанцев Такую статистику приводят аналитики Ранкинг Кейзет Как выяснилось, самая высокая доля затрат на еду свыше 60% приходится на Туркестанскую, Мангостаускую и Атараускую области Чуть меньше тратят на это жители столицы и северных регионов страны Авторы исследования подчеркивают, что во многих странах продуктовая корзина занимает меньше 10% от расходов населения Поэтому казахстанцам в сложившихся условиях трудно делать сбережения И уж тем более вкладывать деньги в бизнес или инвестировать в различные финансовые инструменты Разбойное нападение на букмекерскую контору попало на видео в Жамбулской области Ночью в 4.30 преступники отжали пластиковое окно, проникли внутрь и, угрожая кассиру неустановленным оружием, забрали деньги Похищенная сумма составила 773 тысячи тенге Затем грабители скрылись В результате разыскных мероприятий сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемых Ими оказались ранее судимые уроженцы Жамбулской области В ходе допроса задержанные дали признательные показания По данному факту начато досудебное расследование по статье «Разбой» Подозреваемые водворены ВВС Ведется расследование Австрия приступила к массовому тестированию населения, прежде чем начать ослаблять карантинные меры Власти страны надеются таким образом предотвратить необходимость принятия ограничительных мер в будущем Люди проходят быстрые тесты на антиген и результаты выявляются в течение нескольких минут Но если они положительные, то нужно будет пройти и обычный тест Для таких результатов понадобится не менее суток Организовать тестирование помогают военнослужащие Австрия идет по стопам своего южного соседа Италии, которая несколько недель назад провела массовое тестирование населения Но первый в Европе такой подход применила Словакия Дания полностью остановит разведку и добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году И новые лицензии на эту деятельность выдавать уже прекратили Дания – крупнейший ВИЭС добытчик углеводородов В Копенгагене считают, что остановка разведки положительно скажется на климате Власти Дании надеются, что их шаг послужит примером для других крупных производителей Дания добывала нефть в Северном море в 70-х годах И это позволило ей стать одной из самых богатых стран Европы Эксперты из Евросоюза, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка Разработали совместный план реконструкции Бейрута после взрыва в морском порту Напомним, он произошел 4 августа Как сообщается в ряде СМИ, документ рассчитан на 18 месяцев И предусматривает выделение 2,5 миллиардов долларов Эти деньги пойдут на восстановительные работы и поддержку пострадавшего населения К новым рекордам в Алматинской области культивируются все виды спорта Одно из перспективных направлений – большой теннис В Талдыкургане этим видом занимается свыше 100 детей на площадках теннисного центра ЖТСУ В каких условиях на сегодняшний день взращивает новое поколение чемпионов, узнавал наш корреспондент Талдыкурганский теннисный центр открыл свои двери еще в 2011 году Этот спортивный комплекс располагает шестью кортами Четыре снаружи и два внутри Такие условия позволяют заниматься в любое время года В связи со сложившейся ситуацией порядок посещения секции изменился Появился специальный график, позволяющий каждому желающему заниматься ежедневными тренировками Залы при этом не будут переполненными А перед входом в здание все посетители проходят термометрию и обязательную дезинфекцию рук У нас сидит постоянно врач, который контролирует температуру спортсменов Измеряет при входе Если есть повышенная температура у спортсмена, или у родителей, или у тренера То этот человек уже в наш центр не войдет Раз в месяц у нас в комплексе проходит санитарный день На один день первого числа всегда мы спорткомплекс закрываем И здесь проходит полная уборка, санитарный день А также раз в неделю мы здесь полностью тоже, наш медик проводит дезинфикацию Как положено одевается вся униформа Все вот это вот дезинфицируем Под руководством тренера Айгры Молдебаевой занимаются три группы в разное время Две из них начальной подготовки и одна учебно-тренировочная Карантинные меры не мешают проводить качественные занятия Из любой ситуации можно найти выход, уверена она Ведь не за горами первые победы юных спортсменов Во время карантина сейчас мы не прерываем свои учебно-тренировочные процессы Дети группы начальной подготовки, а также дети учебно-тренировочная группа Мы ведем тренировки по расписанию Мы все меры безопасности соблюдаем Дети, чтобы не теряли форму, мы дальше ведем тренировки Думаем, что со следующего года будем выступать на соревнованиях областных и республиканских Арлан Адилов – один из самых перспективных ребят секции большого тенниса спортивной школы Уркен Пока что призовых мест юноша не занимал Однако с каждым разом он совершенствуется и улучшает свой результат Сегодня я проиграл сетую спортсмен, а завтра обязательно выиграю Для этого буду тренироваться еще упорней Я хожу на теннис три года, мне очень нравится Я был на соревнованиях, в принципе хорошие места занимал, попадал в десятку На чемпионате Казахстана я занял 25 место У нас тренировки проводятся классно У нас тренер общительный, классный Таким образом, большой теннис в Алматинской области не останавливается в развитии Помогают в этом и созданные условия, и качественный тренерский состав Ни карантин, ни другие причины не должны становиться камнем преткновения Для масштабного развития большого тенниса, уверены специалисты И на этом у нас все, я благодарю за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok